Провал полнейший, я не знаю, у меня просто взял и отключился компьютер, я хрен знаю с чем это связано, захотел, выключился, окей, сидишь, комментируешь, комментируешь, комп отрубается, окей, я не знаю, это какой-то проклятый день сегодня, ну, во всяком случае, я на месте, и надеюсь, что кто-то остался, зашибись, да, вот. Это просто провал, не знаю, сколько времени у меня сейчас не будет, сейчас вот, получается, 5 минут дилей, то есть, вот сейчас вернусь. Хе, нет, я в скайпе не включал, у меня компьютер просто отключился, ну, просто тупо выключился комп, сижу, комментирую, комментирую, бах, комп выключился, и включился. Что произошло? Хер бы знал. Ну, во всяком случае, говорю, радует одно, то, что я хотя бы вернулся сразу, как только перезагрузчиком. Так, ну, пока у нас счет 1-4, Тайтхантера на топе убили, это уже вторая его смерть, он имеет аркан бутсы, и дальше пока вот игра у него не очень хорошо складывается, Даггер купил себе батрайдер, и у него 0-0-3, то есть, он по кулдауну своего ультимейта гангает, фраги ему не достаются, но результат он приносит своей команде, очень даже приятный Сенткинг 1-1, тут у нас 0-0-0, Мирана с Мидасом скоро будет, но в начале Фейзы Базилла, вот я тоже люблю таких Миран, которые вначале покупают с Фейзы какие-то Базилку, а уж потом Мидас, вот, все, Мидас, сейчас можно и Аквиллу доделать, стики, вполне норм, видим, тут куча айтемов появляется, Даггер у Брюмастера, ща все будет, ща все будет, уже запустил, морфинг, так, давайте на нетворце уже переключимся, морфинг 4-700, больше всех он имеет, только я не понимаю, как у него 4-700 вообще, 4-700, ПТ, Аквила, стики, какие 4-700, алё, 1400, 1000, это 2-400, 3, 3000, где остальные айтемы, Боттл, Боттл 3-500, полетел из Бласт, Батрайдер вытягивает, но из Бласт не попадает, поэтому тут морфа убить не удается, отступают, чуть-чуть кривовато получилось, 8-й левел, Тайдухо, Тайдухо смотрится, конечно, устрашающе, рада у него скилл билд немного странноватый, как иншелд, как по мне и на единицу хватит, решил взять на 2, чтобы трэш-холл был поменьше, ну и уменьшать урон он сильно не будет это решать, так как там его особо не бьют с руки, так, опять паузу какую-то просят, лучше бы когда я, или что это, лучше когда я вылетал бы, они паузу ставили, хайпинг, ну-ну, ну-ну. Ну такие себе, да, мячи? Вроде шматочка не такая уж и крутая. Так, а графики, что нам говорят? Полторы-две, ну, одинаково, там разница небольшая, 14-ая минута, полторы-две золота, это ендополнейшая, так. Нембер упрыгивает. Ну и 15 секунд до ультимейта бэтрайдера, фаерфлайк этого времени закончится, привязала двоих, но бэтрайдер не пошел. Очень осторожно действует, мистрасты ошибаться не хотят против FD. Ну и правильно, как я уже говорил, этот матч очень важен для FD, о, для мистраст точнее, а FD они уже шансы свои почти потеряли, еще они есть, но не думаю, что они надеются на победу. Во, все, обернулся, вижу, что не заработал. Сошел Эйд Бласт, по Марсу попадает, Эмбер Спирит связывает двоих, Морфинг уходит с Вейва, Брюмастер, из-за этого, тут Тайдхаттер дал рэвидж, но не самый, конечно, хороший, но все-таки дал. Отваливается Эмбер Спирит, бэтрайдер улетает, Сенкинд порвался с Эпицентра, Дазл повесил Грейв на себя, на себя любимого, но он все-таки умирает, Морфинг прокатывается Вейвом, а уносить ноги, решил ЦТПшиться, его просто тупо по тычке сделали и убили. Это минус 3, FD профукивают файт в Салате, но они убили только одного героя и тот саппорт. ЦТПшиться отсюда Сенкинд, пролетает бэтрайдер, тычку, тычку, еще тычку. Боже, как они его долго будут такими тычками убивать, но если Айдз Бласт попадет, попадает. Кончился. 3-8. Пока изничтожает. 12-ая минута, 1-3. Ну да, не самая, так скажем, потная, ну точнее не самая насыщенная экшеном каточка. Сегодня вообще на 12-ой минуте обычно там под 30 киллов уже. Ну минимум там 15-20. На 12-ой минуте. Это, наверное, единственная карта, где такой. Вэйв. Прыгает Мирана. Ставится Бардецкий. Ну и Пойнт Бустер. Арканчики. Тут у нас что? Боттл Барабаны. Морфинг Ультимей Торт взял. Будет выходить, наверное, в манту. Не думаю, что это будет Линкен. Хотя, конечно, может быть Линкен, ведь все-таки там бэтрайдер есть. И, да, да, это, наверное, все-таки Линкен. Тайтхантер. Хочет, хочет взять кису. Плюнул в кису. Вообще не очень красиво плеваться так вот. Тем более под Тауэром. Где ваши манеры? Бортл Трайк. Клэп. Крит той по голове. Казнил. Но Тауэр снизу упал. На топе Тауэр. По сути, могут попытаться задефить. Но довольно опасно. Потому что пока они там будут по одному прилетать, здесь всех перележут. Так, двое подтягиваются. Тэпэ, врывается бэтрайдер. Айс-бласт имеет огромный шауер. Рэмэджа подцепила бэтрайдера. Бэтрайдер улетает. Убила трета протектора. Тайтхантер, по идее, если какой-то еще дэмэдж у него прилетит. Но нет, он выживает. Тайтхантер просто уходит. Прыгает Эмбер Спирит. Не отпускает Тайдуху. Должен добить. Бэтрайдер доделал начатое. Цепляют Эмбера. И Эмбер... Ну, прыгай, прыгай, прыгай. Ах, Клэпом. Клэпом его достало. Тут остается только один бэтрайдер, который ушел. И посмотрите, ФД переворачивают. Только что они проиграли файт с Алатину. И вот в этом файте выигрывают. Как это вышло, непонятно. Но это то, о чем я и говорил. Если они будут сейчас дефить, они рискуют, ну, понаумирать. Так как все-таки... Одно, когда ты в пятером нападаешь одновременно. А другое, когда вы по одному там подходите и умираете. И вот сейчас пошел именно второй расклад. Пошел бремастер фармить лес. Певчанская по всем приятная тема. Вот в Дотке на развитие, в первой, в смысле, в Варкрафте, там Певчанская всегда действовала АУЕ. Решили бремастеру тоже сделать АУЕ-шку. Ну, там 200, радиус не такой большой. Но все же. Какой-никакой есть. Полетел Батрайдер. Цепляет. Еще он там, кому-то, что цепанул. Добремастер цепанул. Разорвали на части. Связывают еще и Сент-Кинга. Вешается Грейв. Но нет, Сент-Кинга здесь не отпустят. Никуда не отпустят. Даззл тоже попадает под фокус. Это уже минус 2. Прыгают за Даззлом. Даззл тоже приклон. Минус 3. Остается в живых Морф, которого не было в замесе. И Тейтханты, которого тоже не было. И он даже не удосужился прилететь на телепорте. Как-то не совсем, наверное, командная игра. И Морф забил болт на тиммейтов. И все друг друга забили. Но Морф еще ладно. Морф фармит. Морф сплитит. Тейтхантер желательно в подобном участвовать. С другой стороны, у Тейтхантера не было Равейджа. И что бы он там сделал? Он бы только нафидел. Трейтнадцатый левел. Трейтнадцатый левел. Тот двенадцатый левел. В графике четыре тысячи, пять тысячи. Что-то неплохо. Уже начинают мистрасты потихонечку вырываться вперед. Не совсем уверенно, но вырываются. Морфлинг. Купил рецепт на Линкин. До Линкин осталось. Совсем чуть-чуть. 1600 у Эмбера. Вот Лакелс какой-то пока совсем ватный. 1, 3, 6. Он вообще не какущий. У него единственное, что можно отметить, уже тринадцатый левел. И все скиллы промакшены. Что делает его достаточно сильным. Тупо за счет того, что сам по себе такой герой. Так, тренд в засаде. Морфа цеплять смысла мало. Стоит Центричник. Если тренд подойдет, его сразу бахнут. Тренд держит расстояние достаточно серьезное. И под дабл дэмэджем. Ну, 100 хп снес. Не так уж и много. Нет, 200 урона плюс хисты 150. А, нет, 150 урона плюс хрена. А, нет, 150 урона плюс хрена. Их же пофиксили, они раньше 120 или сейчас. 150. То есть, как-то все равно мало пробивает. Аааа, 25 армора плюс лол. Там же дазлый ульт нажал. Я думаю, реально что-то слишком мало пробивает. Что-то мутает, это вроде одна мега была. Вот видите, насколько силен ульт дазла. Вообще физдэмэдж не ощущается. Там в два раза больше должно было наносить. Оно вообще ничего не наносило. Тренд пошел, пошел на разведку. Ого. Цепляет двоих. Пошел айсбласт. Юзаются дасты. Дазл походу приплыл. Суткид ворвался с офицентра ревача, татьхантера, морфлинг. Подтянулся очень вовремя. Бэтрайдер вытягивает суткидган. Но суткид уже практически все прокастовал. Ворл страйк успевает заюзать по-троим. Как же неприятно. Эмбер спирит должен закидывать духа и упрыгивать. Нет, он никуда его не закидывает. Прыгнуть ему так же не удается. Два в два размен. И это еще может быть не конец. Еще одного подцепили. Брейгейт ремастер. Пешком бы даже подошел. В любом случае делают килл. Без проблем. Градианты уйдут и университут их структуры. Без проблем. Это противная вообще ситуация. Мирана там пошустренько пытается забрать тавер. Суткид ворвался, дал подков. Но в никуда. Мирана выпрыгнула из лесу. Так что он думал, что она там застряла. Ай, господи. Что-то меня тут еще продувать начинает. Совсем печально. Ладно, сейчас закончим. Попью какого-нибудь. Хороший гон. Пошел айс-бласт какой-то. Непонятно какой. В никуда. Ну и перестали друг с другом драться. Опять посмотрим на графики. По золоту 7.5, по экспи пятачок. Не хотят. Просто не хотят. Вырваться мистраст как-то более плотнее вперед. Фейлят как одни, так и другие. И FD показывают довольно хорошую доту. При том, что напроигрывали уже 4 карты. А сейчас вдруг собрались. Оперейшн пушит. Оперейшн этот, слава богу, покупает себе Агадим. А не убогий рота-фотос. Пошел айс-бласт. Оп. Блин, какой огромный выверт. А. Тауэрочек падает. Здесь тауэр цел. Вот мистрасты, конечно, интересные ребята. Пошли кушать. Ничего не сломали. Бэтрайдер пытается догнать. Но, понятное дело, это иллюзия. За ней гнаться не стали. Ох, 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 ох. Майлшторм умер раны. Блин, мастер считай с Агадимом. Буквально вот сейчас дотикает голдишка. Сент Кинг. Ну, даггер у него есть. Ему пока на ближайшее время больше ничего и не нужно. Тренд протектор. Интересная жизнь у тренд протектора. Бегать нон-стоп в инвизе. Пошел айс-бласт. Даггер раут. Орел будет какой-то рандомный. Залетает Орел, но он не попадает. И теперь можно тпшиться. Смолки от FD. Эмбер Спирит активировал дабл дэмэдж. И он его специально активировал. Или просто уже время протикало. Поэтому активировалось само. Непонятно, но если сам, то... То зря. В пустую потратил. Морфила пошел в Этернал. Линка уже есть. Пора убиваторские айтемы покупать. Ну и что делает Эмбер Спирит? Эмбер Спирит бегает под этим дабл дэмэджем уже полчаса. Он собирает вообще делать в игре этой. У него до сих пор нет никаких толковых айтемов. Недворс там 8000. Это очень мало. На такой минуте хотя бы под десятку надо иметь Недворс. Может, с Рошана заберут? Может быть, даже ему достанется Рошан? Чтобы тиммейты ему оставили, Рошака. Так, добивает. И золота у него сразу становится больше гораздо. Дайер, мой, у меня в топ-тавер. Дайер's топ-тавер. Дайер's топ-тавер. Дайер's lost the top-тавер. Это, конечно, провал полный. Что-то я не понимаю откуда Но я начинаю чихать на ровном месте И на спину, что-то жесткое Так, Тейдхантер Скастовывает Рэвэдж, Брюмастер Ворвался и взывает свой ультимейт Тейдбуху походу поймал он пяти палочков И начинает его фокусить, но отстали от Тейдхантера Убили Тринта Вытянули Тайда Нет, хотят его все-таки отпускать Надо забирать обязательно Под греймом пожил немного И добивать, добивать, а Кинджи Банку Подтянулся Морфинг, дал адаптив страйк По толку мало, Боролстрайк И вот уже все-таки добили Четыре, нет, три в один Мистрасты терпят крушение Профукали файт просто в ноль Так, сори, ребят Так, что тут у нас имеется? У нас имеются мистрасты, которые собираются вроде как побеждать Но пока у них не очень получается Есть TFD, у которых шансы на выход из группы очень маленькие И им пофиг, они все равно стараются жарить Как мы видим, Морфинг жарит не по-детски Собрал уже шатган Сейчас будет вносить у ему демеджа Ну, посмотрим, посмотрим Ну, опять же, игра успокоилась Потому что здесь команды боятся друг друга У Эмбер Спирита вот есть Аегис Но в замесе его реализовать не удалось Файт они проиграли в Салатину Боже мой Да что происходит-то, а? Что тут, мать твою, происходит? Вроде не прохладно Так, но ФД пытаются давить Сразу тагераут Проказ на Трэнта Трэнд выживает Вообще не пойми, каким образом Умудрился еще заюзать ультимейт Но все-таки забрали Трэнта протектора Дазл Бежит Там ульт уже с аганимом Да, там уже есть аганим Вот это очень неприятно Потому что постоянно закидывает айсбласт Это очень неприятная штука И аппарат еще стоит тупо на базе Он вообще не подходит По кулдауну кидает свои айсбласты И это приносит Огромную пользу Вот, сейчас полетит очередной Оп, пошел А, ром Не попадает И айсбласт Бам И с аганимом приятного мало Тайтхантера Связали, но у него Кракеншелл опять же спасает Морфиу только что пытались загангать А он задоджил этот ганг Пошел очередной айсбласт Попадает очень хорошо Цепляет морфинга Пытаются его забрать Но зафокусить морфинга Штука не самая простая Ничего не выходит Тренд протектор Под инвизом Ульта есть Цепляет только одного дазла Сразу вешает на себя грейв От греха подальше А то не успеет еще Ну и тренд протектор Дефит, дефит Своими ливен арморами Тауэра давать он не хочет Эмбер спирит Опа Ой-ой-ой Кошку аж не в ту сторону перекосило В итоге она умирает Это ошибка Этот лип Конечно был явно ошибкой БКБ себе Мог бы уже в предыдущем Время доделать Тайтхантер под грейвом Нет, братюня На базу улетишь Ты все равно умрешь Нет, никакого смысла даже улетать Дерите конца Отъезжает Тайтхантер Умирает Дазл Два в один размен Пытаются как-то драться Мистрасты Но умирает Эмбер спирит И размен уже не очень приятный Два основных персонажа На двух суппортов Нет, один хардлайнер Другой саппорт Сын-таки подкопал Морфила выжил Для FD Самое главное Что у морфлинга Все хорошо Все остальные персонажи Вообще не важны Пофиг на всех Кроме морфлинга Сын-таки подкопал Цитрамон Дарница Против головы Я понял Я понял Я его и не это Не собирался Пить Поэтому Такое Так Под смоками Будут искать себя Какую-то жертву И походу Найдут двоих Находят Но ничего не делают Потому что Нет Нечем в общем-то И цеплять Такой Врыв от брюмастера А толку ноль Потому что там Тупо Уходит он Этот товарищ Эмберспирит Так Удрубается БКБ Ну Попрыгал Попрыгал Эмберспирит Ничего особого Не вышло Ничто Вроде как Ничто Сразу Отхилились Все хорошо Можно идти дальше Морфинг Сейчас будет Ловить Какого-нибудь Героя Чтобы С прокаста Убить его Ну например Вот этого Дядьку Которого БКБ Уже в КД Полторы тысячи ХП Морфинг Его разваливает Очень жестко Так Аро поймал Мирана Хочет убить Прыгает Дюмастер Дает Клэп Мирана Уходит Час Ким еще Напоили Ну и в наглую Забрали Тауэр Что дальше Идут Или отступают У Тайта Такими темпами Скоро будет Рефрешер Но И по-моему Не хватит Ооо Трэнта Развалили А ровни Куда Такой На всякий Случай Я вдруг Попаду Но он В прошлый раз В принципе Попал в Даззла А толку Сделать Он все равно Ничего не смог И морфила В наглую Мутузит Этот тавер Не стесняется Тедхантер Даггер аут Там стрела Вроде в него Уже должна была Попасть Так и начинается У нас очередная драка Под БКБ Батрайдер Фаерфлай Подробил И пошел Сжечь Своя противника Но пока Умира Нет Слушайте Морфа Все таки Получилось Забрать Потеряли Аппарайшена Покин лэнд На него Забили Болтяру Пытается Пытается Там что-то Вот урну Повесил Что-то пытается Делать Без морфа Ребят Вам не кажется Что без морфа Надо отступать Походу Делаем Не кажется Так тп Аутару Залетает Боро Страйк Ревейдж Все одновременно Вкастовывается Официатор сверху Все потратили И вы посмотрите На этих ФД Они умудряются Выиграть файт Даже без своего Основного Героя Морфлинга Без основной Ударной силы А если бы они Еще вот так вот Свои ревейджи Боро Страйки Не профукивали Одновременно То было бы Еще жестче Рецепт На рефрешер Купил До рефрешера Осталось буквально Тысячу голды И Тайдхантер Будет Зажигать Тут и говорю Только непонятно Хватит ли маны 870 маны 300-300 Это 600 И еще 400 Штукарь маны Надо Но у него же Еще аркан вутсы Есть Которые можно прожать То есть Если они у него Он юзает ульт Арканы Рефреш Арканы Еще раз ульт И на 2 ульта Точно хватает Если таким образом Поступать Да и в принципе Он что-нибудь придумает Тут самое главное Собрать этот рефрешер И с рефрешером Они могут пойти Закончить Морфила Манта себе купил Так Как по мне Это глупый выбор Почему? Потому что Проще было бы Сделать не манту А Какой-то Баттерфляй Было бы гораздо Полее Или вообще БКБ себе купить Не пожалеть Манта Она такая Общеукрепляющая Спору нет Айтем хороший Вот и рефрешер Появился Тайтхантер Молочага Молочага Блин Мне в ноги Что-то дует Что мне дует в ноги Не понимаю У меня из-за этого И насморк появился Зашибись Сидишь Сидишь Все хорошо Раз Как это коще Фокус Фокус Так Побежали Побежали С рефрешером Сам бог Велел Запушить О-о Фу Все нормально Только не хватало Сейчас Чтобы Блин Вылетели Это был бы Просто Полный Трэш Ну вот Заходят на Хайграунд Марфилы Жает манту Начинает Наваливать Очень плотно Ну смотрите Он даже иллюзии Не дамажит Но это Это не Эмберспирит Это позор Какой-то Это Эмберспирит Купивший Бхб Ну это Издевательство Вот он Брыг на Эмберспирит Зачем вообще Его бить Я не знаю Можно было Всю игру Его игнорировать Забивать Него Болтяра Вытягивают Морфинга Марфа Толпой Просто Всей толпой Фокус Морфинга Еще и не убегает Он собирается Драться Ребят Ломайте базу Вы так Не выиграете Говорят Что базу Ломать Это достаточно Важно Вот они Ломают базу Ломается Барак Все Хорошо Уверенно Молодежно Эми Страсты Не сдаются Но Ребята Вы посмотрите На своего Эмбера И подумайте Есть ли у вас Шансы Что-то Сделать Просто Если б не Эмбер Если б не БКБ А нормальные Какие-то Айтемы То я Уверен Затащить Еще можно Было бы Но Вот с таким Эмбером Ты точно Не затащишь Миран и Линкен Чтоб ее там С адаптивов Не убивали А у Эмбера БКБ А дамажить Кто будет А хрен его знает Зачем вообще Дамажить Дота Это игра Где Надо жить Я так понимаю Логика Именно такая Ну что Сломали два Лайна И опять же Мистрасты не сдаются Отъехал бы Трайдер за секунду Тп 6 Отсюда Тайдуха Эпицентр Причем Очень хороший Клэп под двоим Мирана прыгает Далее Пивчанского Отпускать не хотят Прыгает Бримастер Крита сработает Нет Не сработает Мирана Убежала Ну минус Ну минус 0 И троих Чё Не убегают Идите Вон там А там уже Морд Толкает Низ Хорош На базу Улетел Тоже Рановато Ну Айсбласт Боится Не рановато Все правильно Сделал Айсбласт Ловил И умер Сейчас буду Короче Как лот Левой рукой Мышкой Управлять Не знаю Конечно Как это возможно Как Это ж Неудобно Адски Неудобно Так А если А Так Вот он Еще герой Слушайте Почти Почти управление Но его в шопу Издевательство Какое-то Но можно На самом деле Приноровиться Управлять Левой рукой Мышкой А правой рукой Клавиатурой Конечно Ты так не будешь Так же хорошо Справляться Но можно Для того Чтобы допустим Комментировать Там сильно Хорошо владеть Мышкой Не нужно Просто Чуть-чуть Привыкнуть И все Мне тут Кондиционер Походу Просто включили И он Это Вначале Было душно А потом Стало прохладно Я просто Отсюда Не вылазил Вот и Продуло Самое главное Чтоб не продуло Так Чтоб я завтра Мог комментировать Не дай бог Я конечно Не Изнеженный Человек Но Как бы Хочется Нормально Комментировать Так 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 Ну Пришли за Третьим Лайном Тайпхантер Имеет Снова Два Рейвейджа Пайпа Доходит На Хайграунд Вот он Момент Истины И кого ты Цеплять будешь Братьюня Подрубает Бакмб Что-то Там Цепанул Нет Он Ничего Не Цепанул Пытается Улететь Расталкивает Всех Своими Банками Оперейшн Далеко Вообще Надо ему Попадать Нет Не попадает Он на Ревейдж Один Ревейдж Был Кастован Рефрешер Нужен Прижимает Рефреш Еще Один Ревейдж Морфила Прям В аккурат Еще Так Хорошенько Стоят Под Эпицентр Но Эпицентр Немного Запоздал И Но Все-таки Раскастовал Минус Четыре Минус Пять И Это ГГ Тридцать Один На Восемнадцать ФД Выигрывает Умистраст Прям История С Шадоу Инзе Паст Повторяется Ооо 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 Ооо